И радиослушатели, с вами Бутылкус и его драгоценный оператор. В руках у меня импульсный металлоискатель Пират. Модель популярная, модель простая для сборки. Вообще рекомендуется всеми начинающими радиолюбителями и, как это правильно сказать, металлоискателями. Саперами, короче, саперами-самоучками. Кроме платы заводского производства, все остальное здесь, собственно, мое. Все, собрано буквально за пару часов на коленке, настроено за 3 секунды. Единственное, что пришлось поменять, конденсаторы в генераторе. Ну, это такое, знаете, китайцев заменил на корейцев, кажется. LG, это же Корея, да? Ну, вроде, да. Вот. Ну, из старого монитора, в общем, выдернутые, гораздо более качественные пленочные конденсаторы, установленные на место. В качестве питания используется стандартный аккумулятор на 3,7 вольт литиевый. Через повышайку до 12 вольт доведено. Катушка, скибренная пяльца у моей драгоценной. Намотана 25 витков 0,5-м проводом. Залита эпоксидкой, армирована обычной марлей. Поверх изоляции замотана. Ну, и в штанге, сделанной из, кажется, 25-й трубы, которая не армированная, нельзя использовать металлические предметы в конструкции данного металлоискателя, идет обычный медный двухжильный полуторамиллиметровый провод. Вот и вся конструкция. Металлоискатель вышел на режим, щелкает один, вот, два раза в секунду, иногда реже. Все, он настроен полностью, тонко, грубо. Конструкция примитивная. В качестве сравнения я взял для, ну, так, для себя, просто поэкспериментировать, понять вообще, нравится мне, не нравится. Xtero, Meinlab, чего-то, какой-то там, чего-то. В общем, у приятеля взял. Есть, в общем, с чем сравнить. Ну, опыта, конечно же, нет. Ну, и нафиг он не нужен. Благодаря тут главное, что вот вечер, а мы на природе, правильно же? Вот, поэтому будем пробовать. Приехали куда-то вообще в какой-то лес, но тут идут линии электропередач. Из города куда-то в деревню какую-то. И, соответственно, ну, здесь когда-то были следы цивилизации, я так понимаю. Собственно, вот, будем прогуливаться, пытаться что-то найти. На самом деле, нашли уже, мы пришли практически, мы прям стоим на месте. Работает очень просто. И даже в такой вот траве можно увидеть, что, ну, сейчас услышим, что, в общем, все работает. То есть, здесь, разумеется, никакой подставы нет. Он импульсный, им не надо вот так вот махать постоянно. Он сам себя постоянно находит. Вот, например, на лопате. Чем ближе, тем выше частота. Вот и вся любовь. Достаточно чувствительная хреновина получилась. Вот он сейчас начинает возбуждаться. И где-то здесь же мы нашли что-то, да? Я сбегал за лопатой, мы так спонтанно начали запись. Где-то тут что-то было. Вот, а вдруг ты стоишь на мине, солнце мое, что ты тут стоишь? Попасно же. Да ладно, какая нахрен так мина? Тут немца не было, насколько я понимаю. В общем, вот, вот ведем. Сигнал мощный, вроде бы. Вот тут он уже начинает пропадать. Следовательно, искать надо вот где-то здесь. И где-то вот здесь. Попробуем. Копнуть интересно что? Вот даже самому интересно. Мало ли, что здесь может оказаться? Здесь? Угу. Ну, посмотрим. Может быть проволочка, может гвоздь, может еще что-то. Так, ну, это особого значения не имеет. Главное, с пользой и интересом проводить время. Так. Так. Копать я не умею. Телефон в кармане лежит. Какой я, блин, молодец. А еще, кстати, чернозем наш. Натуральный. Ну вот, что-то я выкварну, проверим. Нет, не здесь. Оно по-прежнему где-то тут. Ай, меня комар укусил за... Значит, я чуть-чуть промахнулся. Еще раз копнем. На самом деле непонятно, что здесь было. Судя по картам, какой-то след цивилизации. Но что именно, пойди знать. Может быть монетка какая-нибудь. Ну, на самом деле, конечно, на монетки рассчитывать не приходится. В лучшем случае здесь будет какой-нибудь болт. Чернозем все-таки. Один кусок, второй кусок для проверки. Ага, вот и хряпнуло что-то. Что-то я бахнул. Опа. Вот, не знаю, что это может быть. Стальная пластина. Грамм сто. Примерно. Это именно она. Да? Вот расстояние реакции можно посмотреть. Вот начинается реакция. И стабильная реакция вот на горизонтально расположенную. Ух ты. Какой-то прям мощный, мощный сигнал. Нет. Здесь. Здесь. Пропадает. Пропадает. Нет. Здесь есть. Здесь. Здесь. Где-то вот тут надо пробовать. Пробуем. Вот. Я же говорю, меня смущало вот это вот, собственно. Вот видно, что там трава выше, а здесь ее вот даже и по колено нет. Здесь ягоды в основном. То есть, что-то квадратное. Может быть, какой-то старый дамин или что-то такое. Ну, вряд ли, конечно. Я так прикалываюсь. Хотя, конечно, кругом одни деревни и больше ни хрена интересного нет. Напробуем. Да, однако чернодем, конечно, хорош. Давайте. Да, теперь я понимаю людей, которые поднимали целину. Это кошмар. Если это целина... Вон. Что-то звякает. Железка. Железка. Самый обычный гвоздь. Гвоздик, да. Ага, гвоздь. Гвоздь. Это не десятка, это 150-ка. О, то есть среагировал даже вот на такой вот гвоздь. Гвоздь. Причем довольно неплохо. Проверим, действительно ли это был гвоздь. Вопрос. Да, это был гвоздь. Вопрос. Что делает гвоздь? Самый обычный. Самый обычный, современный гвоздь. Ну, я бы не сказала, что он современный. Я бы тоже не сказал, он все-таки квадратный. Есть вероятность, что он кованый. Но нет, слишком тонкая работа, это все-таки проволочный гвоздь, слишком он помят. Гвоздь проволочный. Однако, забавно. А, вот так что ли? О, то есть, конструкция позволяет вот искать трава, ну, по колено, вот видно, да? Позволяет искать по колено. Причем, даже что-то вот нашли, видите, какая ерунда. Даже не рассчитывали. Ни на что, абсолютно. Но, если здесь есть такие вот, достаточно крупные, какой-то металл, ну, может быть, останки техники попадутся. Черняшку, допустим, сдать, чтобы бензина купить вполне себе неплохо, я считаю. Ну, и, конечно, у меня смущает вот та квадратная полоса. Сейчас попробуем переместиться туда. Да, где-то здесь. Попробуем дернуть. Вот на лопату, кстати, вот так же реагирует где-то там, ну, побольше 30 сантиметров. Видимо, еще какие-то следы цивилизации. Опять же, в Чернозюбе. Забавно. Ага, вот они, следы цивилизации. Ух ты. Ничего себе. Смотрите, какое. Прет. Процесс пошел, чтобы это могло быть. Похоже на нож какой-то. Да нет, это не нож. Это секатор. Это секатор. Секатор. Старый древний секатор. Действительно секатор. Охрененно древний, охрененно старый секатор. Тоже вполне себе находочка. Вот вам и следы присутствия человека в поле. Ну, не знаю, сколько ему лет, но очевидно, советские. Может быть, здесь был какой-то сад, опять же говорю. Карты знают, что где-то здесь что-то было. Вот смотрите, вот две ямы на расстоянии полутора метров. Что-то обнаружилось. Вот видите, то есть работают. Для поиска черного металла, особенно такого, достаточно крупного, металлоискатера через вот траву, чем он и удобен, собственно, не требуется махать. И он очень легко. Вот при такой конструкции катушки, вот мы раз его через траву опускаем и не заморачиваемся. Вот кусты. Обычным металлоискателем здесь не махнешь. Пират отличный и все халует. Где-то вот тут надо пробовать. Пробуем. Вот. Я же говорю, меня смущало вот это вот, собственно. Вот видно, что там трава выше, а здесь ее вот даже и по колено нет. Здесь ягоды в основном. То есть, что-то квадратное. Может быть, какой-то старый педжамин или что-то такое. Ну, вряд ли, конечно. Я так прикалываюсь. Здесь, где, конечно, круглым одни деревни и больше ни хрена интересного нет. Напробуем. Да, однако чернодем, конечно, хорош. Давайте. Да, теперь я понимаю людей, которые поднимали целину. Это кошмар. Если это целина. Вон. Что-то звякает. Железка. Железка. Самый обычный гвоздик. Гвоздик, да. Ага, гвоздь. Гвоздь. Это не десятка, это 150-ка. О, то есть, среагировал даже вот на такой вот гвоздь. Что еще раз? Скажи еще раз. Что здесь лежал кабан или олень? Сказал. Ну, то есть, трава примята хорошо и... Ну, я не знаю, наверное, следы копыт можно будет увидеть. Все-таки чернодем, жирный. Ну, мне лень, честно говоря. И, судя по всему, следы-то эти были не человеческие, а, может быть, кабан гуляет. Где-то вот здесь, мне кажется. Ну, то есть, блин, мы залезли туда уже, где трава реально по пояс. Но, как ни странно, вот я говорил, что где-то здесь были в наличии следы цивилизации. Походу, мы сейчас на них наткнемся. Ну, потому что что-то делать. Ну, понятное дело, что, скорее всего, такие же гвозди. Это в лучшем случае. Ну, просто потому что, если здесь жили люди, то следы их жизнедеятельности, это, разумеется, в основном всякая строительная требуха. Вот она. Ну, просто строительная требуха, а целая проволока. О-о-о. О-о-о. Самая обыкновенная проволока железная. Да, вот, легко ломается. На сломик какой-то вообще-то, вообще-то на электрод больше похоже. Слишком легко ломается. А нет, гнется. Но. Весьма старая хурма. Тем не менее, вот, получается, что пират через серьезную траву легко засекает такие сигналы. Такие проволочки даже находят гвозди, то, что нужно. Вот. Что может делать проволока среди поля, возле зарослей малины, среди кленов и прочего. То есть, вот. Главный вопрос. Зарослей малины, периодически еще встречается крапива. Вот она малина. Вот она. И вон она. Ее не видно. Ее, видимо, все-таки собирают. Что-то возить. Вот, причем малина дикая-дикая. Совсем дикая, потому что ягода крупная. Один. Ну, как это, один мешочек. Одна костянка очень крупная. И их мало. Гушач. Дикая малина очень вкусная, ароматная. Это зрелая. О, нам целый куст ее. Вот она. А вот она. Ее хорошо видно. Вот она. И, по-моему, весь лес ей зарос вот там, дальше-то поуграю. Я не знаю, хорошо меня видно сбоку, насколько высокая трава. Даже вот при таких условиях удалось... Вот. Началось. Причем прямо катушкой ее придавил траву. Нормально. Не надо ничего махать. Сейчас попробуем икать, узнать, что здесь. Вот здесь такое и есть. Мы нашли хлад. Ага. Осторожно, солнце. Тут нечего осторожничать. Говорю, что здесь ничего такого не было. В лучшем случае мы найдем кусок плуга. Кусок трака. Или просто... Или просто кусок... Ни хрена не арматуры. Это кованый... Это кованый... Это не кованый. Это, по-моему, кусок бараны. Или охуенно длинный кованый гвоздь. Это барана конская. От конской бараны, скорее всего. Да? Да. Очень похоже. Ну, то есть, она вот подзагнута и кованая. Однозначно, кованая от четырехграней хорошо видно. Да. Кованая как-то ромбиком. Вот такая вот интересная находочка. Ну, причем она имеет вес. Комары кусают прямо в щеки. Ты снимаешь? Ну, что, в том смысле. Надо будет сейчас сваливать срочно. У нас комары сожрут, по-моему. Это точно. Ну, потому что мы еще и наполовину в болоте, по-моему. Ну, вот, опять же, трава. Сами можете видеть. Вот, высота. То есть, лопатой не видно. Сигнал, вроде, достаточно отчетливо. Совершенно случайно. Причем наткнулся, вот. Скажи, пожалуйста. Вот это. То есть, наткнулся, вот какой-то мышиный горошек или все такое, прям вот поляночка такая. Может быть, здесь стоял, там, сарай. Но. Вообще, надо, конечно, заканчивать, накериться. О! Мне кажется, здесь загонка. Приличный человек. Ага. Вот это уже действительно очевидный след пребывания цивилизации. Это ручка. Маленькая, причем, ручка. Я не пойму, зеленцой она отдает? Может, бронзовая? Да, да, отдает. Вот, зеленцой отдает. В некоторых местах. Ну, хотя, конечно, черняшка. Может быть, покрытая латунь. Такой вот. Есть какая-то. А может быть, это просто перчаток. Да. Штампованная железная ручка. Но, тем не менее, что делает ручка на окраине леса? Опять же, довольно легко засекается пиратам. Здесь, пожалуй, надо согласиться с опытными лазителями. Нужно, в первую очередь, сделать это где-то ближе к весне. Еще даже зимой, может быть, когда травы нет. Или когда я только выжглю, или еще что-то. В общем, необходимо делать это. Очень слабый сигнал. Зайцы, те кусают. Не надо, не кусся жрут. Терпите, две секунды, и мы выходим. Очень слабый сигнал. На грани. Вот. На грани. На грани. На грани регистрировать я могу где-то здесь. Либо, опять же, глубоко, либо что-то маленькое. С другой стороны, ну а что ли? Вот, чтобы мы не выкурнули уже за сегодня, это что-то на глубину штыка лопаты, на глубину штыка лопаты. Берется нура. Попробуем выяснить, что это. Ну, пожалуй, будем закругляться. То есть. Да. Это что-то я выковырнул из земли, и теперь вот применим вот такой вот метод. Классический. Главное убрать подальше ключи от машины. Вот. Это что-то здесь находится. Нет. Делим еще пополам. Нет. Делим еще пополам. Нет. И еще пополам. Нет. Делим еще пополам. Нет. Стоп. Вот. Стоило оно того, чтобы вот выковырнуть еще один очередной гвозд. На этот раз, по-моему, семидесятка. Опять же, он довольно плотно нашелся где-то на расстоянии, ну, 15, наверное, сантиметров. Вот так вот. Тем не более. Затекают даже гвозди. Достаточно. Я считаю, что это достаточно мощная штука. Мне нравится. На самом деле, испытание провели еще вчера с отцом. Хотя, оказался очень доволен. Результатом мы выкупали две половинки. Даже, наверное, две четвертинки какого-то трака. Несколько еще тяжелых вещей. К сожалению, запись посерилась. Потому что что-то с лавишкой случилось. Но она ушла в ридонли. В общем, поизнасилась изрядно. Вот опять раз. И трава кончилась. И тем не менее, даже в таких условиях вот удалось. Что-то найти. Подводя итог, хочется сказать. Металлоискатель меня полностью устраивает по всем параметрам. Он очень легко собирается. Хотя, его основной компонент. Компаратор на базе операционного усилителя К-157УД-2. Становится найти все труднее. И приходится искать замену. Как в моем случае, КР-1434УД-1В. Или изменять схему под импортные, например, ТЛ-072. Но это мелочи. Вся настройка сводится к трем простым действиям. Подбор числа витков катушки под задающий генератор. Подбор параметров генератора. И подбор шунта катушки. Но, судя по обобщенному опыту множества радиолюбителей, испытавших схему в действии, единственным реально важным параметром в настройке является подгонка задающего генератора под параметры 140 микросекунд на импульс с частотой 135 Гц. Оба числа можно варьировать на 5-10%. Это нормально. Собственно, поэтому я изменил конденсаторы генератора. Изначально у меня частота ушла за 160 Гц. За два дня испытаний по паре часов в день разряд литиевой банки составил всего-навсего 190 мВ. То есть, полностью заряженная банка отдавала 4,19, сейчас мультиметр показывает ровно 4 вольта. То есть, банка еще даже не разрядилась до своего основного рабочего диапазона 3,7 вольта. А это очень и очень хороший показатель, потому что при питании от одной 9-ти вольтовой кроны она убивается за день. Сами понимаете, но это вообще не Камильфо, поэтому использование связки из литиевой банки и повышающего преобразователя окупает себя примерно за 5 дней активных поисков. И это при условии, что кроны стоят по сотке, но такие дешевые будут дохнуть еще быстрее. В планах у меня собрать индикатор заряда на Ардуино или тупо поставить какой-нибудь простейший китайский вольтметр, чтобы не допустить разряда в самый неподходящий момент. Об этом я постараюсь снять отдельный видос. Всем спасибо и желаю вам не просрать вторую половину лета бездарно. С вами был Бутылкус, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok